В связи с этим я разработала вот такую таблицу. Это алгоритм выбора операции. Вот эта таблица выбора алгоритма устранения рецессии, выбора метода для одиночных рецессий. Как ею пользоваться? Нет, невозможно просто. Почему? Нет, ну может быть возможно. Ну смотрите, все же очень просто. Класс рецессии, и поехали сюда. Первый класс. Что такое ГР? Это глубина рецессии, до 2 мм. Я все равно разбила по высоте, я вам объясню почему потом. Мы когда метод будем просто рассматривать, я объясню почему я глубину рецессии все равно все-таки их разнесла. Первый класс до 2 мм и более 2 мм. Второй класс до 3 мм. И второй класс более 3 мм. Третий и четвертый. Я раскрою маленькую тайну. Сейчас я доделала вот здесь, еще добавила туда классификацию Апатарна, утрата сосочков, но это будет немножко отдельно. Я думаю, что через год я ее компилирую так, чтобы ей можно было действительно вот так ткнуть пальцем и сделать правильно. Соответственно, здесь вы выбираете тот пунктик, который у вас превалирует у вашего пациента, у каждого зуба. Причем вы его выберете, если вы будете оперировать одиночную рецессию, или два зуба сразу, вы выберете самый тяжелый показатель, который у вас есть. Помните, по степени тяжести. Как мы диагноз даже ставим, мы всегда по степени тяжести самое плохое мы выставляем вперед, как нас вот учили на диагностике. Соответственно, здесь вы выбираете тот показатель, который у вас самый тяжелый, делаете совмещение и попадаете в ту операцию, которая вам следует провести пациенту. Что сложного? Не знаю, мне кажется. Просто мы сегодня разберемся с ней. Это как бы вот, это даже вот у меня кто учился, мы только начали и предложили эту таблицу. Доктора хранили у себя ее в кабинете в ящичке. И первое время, как под спорьем, провели диагностику, сделали парадонтальную карту пациенту. Он ушел, сели вот и начали складывать, прикладывать, фотографии какие-то посмотрели. И планирование операции происходит как с помогательным просто материалом. Вы когда сделаете их 20 штук, она вам больше не понадобится. И биотип вы уже мерить, скорее всего, не будете. Но для того, чтобы начинать делать это правильно и чтобы у вас был успех, потому что если будут неудачи, к сожалению, конечно, чаще всего это приводит к отказу от данных методик. И к отказу вообще от проведения каких-либо парадонтологических и пластических действий. Но это частая история, когда врачи, попробовав не совсем правильно применить метод в той клинической ситуации, в которой он был неправильно, его нельзя было использовать. Очень, очень, очень сильно муторно, очень сильно ювелирно, понимаете, очень надо много затрат вложить. В парадонтологии вообще все муторно, ювелирно и затратно. Все вообще очень ювелирно. И ты, когда это берешься делать, еще очень сильно, ну я в этом случае беру при себя, сопереживаешь, да, приживешь. Вот чтобы у вас этого не было, вы должны быть в себе уверены. Вот за вот такую, вы понимаете, еще сумму денег, ну в моем случае. И когда я там даже вам прижился, и ты пережил с пациентом этот период, постоперационный, на телефоне, ночью, днем. Ну, вы же понимаете, что... Я туда биоплодную мембрану зашью и, о, класс. Вы же понимаете прекрасно, что я тоже все это переживала и переживаю вместе со своими пациентами. Я уже не говорю, когда это неудачно. Постоянно. А что такое неудачно? Неудачно, это когда пациент приходит на 4-й сентябре, съел, а вот трансплантант, ты даже не заметил. Вот это неудачно. Ну, у меня пока такого, слава богу, не было. Вот, но это счастье, да, я не столкнулась с этим в своей жизни. Но они умирают, и бывает такое, как бы... Для этого есть причины. Это не надо посыпать себе голову пеплом, нужно анализировать всегда, почему вы сделали, что вы сделали не так. Бывает, между прочим, что и пациент сделал не так. Но, поверьте, 80% в ваших манипуляциях причина. И всегда это этап диагностики. Почему я долго с вами это ковыряю сейчас? Потому что это самое важное. Планирование операции. Никогда. Ну, я первое устранение рецессии провела в 2003 году. То есть я 17 лет оперирую рецессией. Конкретно это была моя цель, и я ездила на это учиться. Я этим... И все равно я постоянно учусь, занимаюсь, у меня свои есть осложнения у пациентов. Поверьте, как бы не бывает такого, что... Я не поверю ни одному врачу, который скажет, что у него все приживается, у него все прекрасно, у него не выполнил один имплантат, и все блестяще. Этого не бывает. У нас работа такая. Я могу вам сказать, что Зукеллен, например, но это не те курсы, которые он читает в России, а те, которые он читает у себя в университете Сан-Рафаэля в Милане. Он рассказывает, он показывает свои неудачи. И рассказывает ошибки. И рассказывает, что 10 лет назад я вот так делал, я бы сейчас вообще так никогда не стал делать. Это нормально, это рост. Поэтому, конечно, никакой биооз, конечно, не керитаж, конечно, мы будем заниматься регенерацией, восстановлением правильной анатомии парадонта. Только так. И даже вот это муторное придется все пережить. Итак, мы будем возвращаться сегодня многократно к этой таблице. Я пока просто сакцентировала ваше внимание на том, как пользоваться, какой принцип здесь, сам алгоритм этого выбора. Но мы ее разберем конкретно на каждом примере. Устранение одиночных рецессий. Есть традиционный метод. Раньше он назывался апекально-корональное перемещение. Придумали его супруги Ланге. Почему-то он как-то, апекальное слово, утратилось. И теперь в литературе он описывается как корональное смещение, даже не перемещение. Абсолютно классическая, традиционная методика, на базе которой основаны вообще половина всех парадонтологических вмешательств и операций. Имея в арсенале в руках вот эту операцию, вы сможете ее применить и на зубе, и на имплантате. Показания. Это первый класс по Миллеру, второй класс по Миллеру и третий класс по Миллеру с оговоркой о степени утраты сосочка. Здесь мы с вами еще будем применять классификацию потом по Тарну. Классификация Тарну подразумевает утрату сосочка три класса. И в зависимости от степени от класса по Тарну у нас будет с вами результат по третьему классу, который мы будем прогнозировать заранее пациенту и обсуждать с ним это. Это опять наша любимая таблица. Синим цветом, почему я начинаю всегда только с этого метода, потому что хирург, который этим не владеет, дальше двигаться просто не может. Обратите внимание, синие это все корональное смещение. Понимаете, насколько тотально это для вас?